Книжная лавка в Молоковском храме. На витрине и стеллаже рядом. Несколько десятков книг. Полистать каждую можно бесплатно, унести даром. Нельзя. Уже два года настоятель церкви руководит разработкой электронной библиотеки. Сегодня в ней более двух тысяч изданий. Денег с пользователей не берут. Мы постарались подойти со стороны читателя. Не каждый читающий или желающий узнать что-то о православии хорошо знает, что ему прочесть. Начинаешь читать одну, она очень глубокая и богословская. Начинаешь читать другую, она очень, наоборот, легкая и непонятная. Создатели приложения сделали специальную подборку, что почитать. В ней несколько разделов. Например, книги для неверующих или для тех, кто сомневается, нужно или нет лично участвовать в богослужении. Издание можно загрузить на свое устройство и читать без подключения к интернету. Прихожане Молоковского храма в числе первых оценили программу. Неплохой поиск. Есть там какие-то функции сделать. Можно закладку, выделить цитату. Там функция есть поделиться. Можно даже выбранной какой-то книгой поделиться с друзьями в других соцсетях. Если кто-то что-то спрашивает, что лучше почитать, то я рекомендую такие приложения, потому что там можно выбрать. Можно самому там полистать, посмотреть и что-то выбрать для себя. То, что именно тебе в данный момент необходимо. То, что необходимо, можно читать, а можно слушать. В библиотеке более 300 аудиокниг. Те, кто работают с традиционной бумажной литературой, конкуренции с новыми технологиями, не боятся. Есть определенное поколение, которое привыкло. Им нужно осязать, читать. Которым нужны шуршащие страницы. Я думаю, что вот эти живые книги никогда не отпадут. Создатели библиотеки продолжают работать. Регулярно обновляют свое детище. Разрабатывают новые проекты. Несколько месяцев назад они запустили бесплатный электронный молитвослов. Лучший на сегодня, по мнению отца Дмитрия. Алексей Пимнов, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова